Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки! Нью-Йорк – один из наиболее часто упоминаемых городов в художественных произведениях. Он был основан в начале 17 века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам. В самом центре города расположены легкие Нью-Йорка – Центральный парк, любимое место отдыха горожан. Благодаря кинематографу и телевидению – один из самых известных парков в мире. Желтые Нью-Йоркские такси пользуются большой популярностью и являются широко узнаваемым символом города. Изначально они были красного и зеленого цвета, потом их перекрасили в желтый цвет, чтобы было лучше видно на расстоянии. Голливуд – район Лос-Анджелеса, который ассоциируется с американской киноиндустрией. Надпись «Голливуд» была создана в качестве рекламы в 1923 году, потом она стала фирменным знаком киноиндустрии США. В Голливуде находится известная на весь мир Аллея Славы – тротуар, на котором выложено более чем 260 пятиконечных звезд с именами знаменитостей, внесшими большой вклад в развитие индустрии развлечений. Звезды на Аллее Славы получали не только люди, но и мультипликационные персонажи, например, Микки Маус. С Диким Западом всегда ассоциируются ковбои, бесстрашные золотоискатели, перестрелки бандитов с шерифами и воины с индейцами. Эпоха ковбоев в Америке началась в 1865 году, когда нужно было собрать в замоны гигантские одичавшие стадо быков. Салон – изюминка Дикого Запада. Первый такой бар был создан в Браун Холл в 1822 году. На самом деле, ковбои были обычными пастухами. У них был свой кодекс чести и весьма своеобразный. Считалось преступлением надеть чужую шляпу, а прокатиться на чужой лошади приравнивалось к индришке с чужой женой. Существование Зоны 51 правительство США официально признало только в 2013 году. Название Зона 51 используется в официальных документах ЦРУ. Но также можно следить и кодовое название Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Street, Groom Lake и в последнее время Homey Airport. Зона 51 окружает множество конспирологических теорий. Ходят слухи, что на базе находится инопланетный корабль, потерпевший крушение в 1947 году. В 1989 году Роберт Лазар публично заявил, что занимался в Зоне 51 изучением инопланетных технологий и сам видел медицинские фотографии пришельцев. Если хочешь, чтобы тебя украли инопланетяне, подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Американский футбол на данный момент самый популярный вид спорта в США. Финальный матч Национальной футбольной лиги носит название Super Bowl. Цены на билеты составляют тысячи долларов, а телевизионные трансляции финала часто становятся самыми популярными телепередачами года. Футбольные игры, как правило, плятся около трех часов, но обычно мяч находится в игре всего 11 минут. Большая часть времени отведена на повтор. Последняя игра НФЛ для собитых голов произошла в 1943 году, когда команды Детройцкие Львы и Нью-Йоркские Гиганты закончили игру ничьей со счетом 0-0. Белый дом Официальная региденция президента США В Белом доме жили все президенты, за исключением Джорджа Вашингтона. При нем Белого дома еще не существовало. Первым президентом, занимавшим дом, стал Джон Адамс. Официальным название Белый дом стало лишь в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта, а с 1909 года рабочее место президента находится в овальном кабинете. После инаугурации каждый новый президент США меняет дизайн кабинета. Он даже вправе позаимствовать на время своего правления картины у музеев. Стол-резолют – неизменный элемент овального кабинета. А что ты знаешь интересного об Америке? Пиши в комментариях! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok